Тысяча вершин венчающих континент Альпы Арктическая тундра Средиземноморские сады Гигантские ледники Альпийские луга Зияющие каньоны, в которых эхом откликается шум бурлящих вод Темные леса, полные тайн Голые скалы И ярко-зеленые склоны Открытое пространство, способное ошеломить любого, кроме одного Того, кто парит над всем Альпы Жизнь на высоте Оценить Альпы можно только с высоты орлиного полета Величие гор и их размеры Путь Солнца занимает почти час С момента восхода над восточными предгорьями До тех пор, пока лучи не коснутся западных долин Мрачные северные склоны, навечно окутанные морозными тенями Чередуются с солнечными южными подъемами и долинами Этот покрытый льдом барьер разделяет Европу на север и юг В то время как долины всегда были мостом между Востоком и Западом Окруженные многолюдной местностью Альпы делят восемь народов Ближе к закату они не заканчиваются, а круто спускаются в глубины Средиземного моря Где сформировались С побережья внизу доносится дуновение весны А на высоте двух тысяч метров царит арктическая мерзлота Полет орла между этими противоположностями занимает всего несколько минут Эрозия Альп превращает прибрежные каньоны в равнины Привлекательную среду обитания для человека Крутые склоны, поднимающиеся с этих равнин, окружены тысячей каменных стен Древние оливковые сады – пристанище самой большой ящерицы Европы Глазчатая ящерица обитает между Западным Средиземноморьем и предгорьями французских и итальянских Альп Весной самцы навещают территорию самок Вот где живут самки В яме, которую вырыли сами или в той, что отвоевали у грызуна Какое-то время ящерицы живут вместе Солнечные юго-западные окраины Альп сияют яркими красками оживают ритмичной песней цикад благоухают дикими и садовыми травами Лавандовые поля вибрируют от шума миллиона пчел Белоголовый сип Глубокие каньоны, такие как Овердон или Ремюза простираются от тысячи метров почти до уровня моря Идеальное место для гнездования сипов Каньоны, вырезанные холодными горными ручьями вдыхающие теплые океанские ветра привлекают средиземноморскую растительность и диких животных глубоко в Альпы Круговорот воды не медлит Дождевые облака, что движутся вглубь суши от близлежащего моря и южные реки, бегущие обратно к побережью Когда утреннее солнце нагревает стены каньона сотни огромных птиц устремляются в потоке теплого воздуха Но в этом сезоне большинство взрослых останутся на земле Для сипов же земля расположена вертикально Самцы и самки по очереди кормят потомство на высоких уступах Птенцам нужно много влаги, собранной из падали Вдоль скал южное солнце и жаркие ветры создают климат, как в Сахаре Из этой вертикальной пустыни птицы взмывают в ледяные выси преодолевая сотни километров каждый день Но сипы не задерживаются среди вершин и ледников Также мимоходом появляется молодой беркут, кочевник Он ищет место, которое еще не заняли размножающиеся пары Он пережил долгую зиму Теперь утренняя температура наконец-то поднялась выше нуля Оставшийся снег мокрый и тяжелый Здесь звуки весны сильно отличаются от пения птиц и жужжания цикад в предгорьях внизу Каждый солнечный день грохот и рев лавин мокрого снега эхом доносятся со всех сторон, как приглушенный гром Массивный импульс лавины катит огромные валуны по дну ущелья и вздымает горы из утрамбованного снега, твердого, как бетон Очень важно найти безопасное и спокойное место между оврагами После шести месяцев спячки в глубине земли суркам нужно хорошенько размяться Местные разборки – прекрасная возможность для этого Всегда приятно завершить пост, но остатки прошлогоднего пастбища слабо напоминают свежую траву, которая скоро прорастет Кому-то нравится влажность Например, амфибия, живущая на высоте более 2500 метров Похоже, это рекорд Травяные лягушки зимовали в подземных водоемах Когда лед на высоких альпийских озерах начинает трескаться возникают лягушки, словно пробудившиеся от волшебного сна Суркам не терпится поесть, но не лягушкам Сотнями они устремляются к воде Никто не хочет пропустить ежегодную оргию Чтобы не замерзнуть, лягушки должны передвигаться при дневном свете В их кожу встроена защита от солнца Ультрафиолетовое излучение на такой высоте очень сильное Здесь чуть выше нуля Вполне приемлемо Но на мелководье над темным торфом вода теплая Идеальное место для мальков Самцы залезают на более крупных самок Стремясь оплодотворить икру, когда она попадает в воду Оргия длится 3-4 дня Некоторые самцы обнимают своих партнерш осенью и держатся за них всю зиму Вплоть до этого весеннего праздника жизни Высокогорные популяции откладывают яйца крупнее, чем в долинах Что помогает их потомству во время короткого альпийского лета Теплый сухой ветер жадно слизывает со склонов последний снег Миллионы цветков шафрана только и ждали этого момента Альпийские цветы превращают луга в перевернутое звездное небо Неоновые цвета и пушистые листья защищают многие из этих растений От агрессивного излучения Некоторые посетители забредают в эти места не ради потрясающих пейзажей После долгой голодной зимы из горного леса спускаются косули Самкам особенно необходимы свежие витамины Им скоро рожать Талая земля пропиталась влагой Глубоко под поверхностью трещины и полости в скальной породе заполняются водой Бьют родники Льются ручьи Зеленые легкие гор снова дышат, источая богатый аромат жизни От распускающихся бутонов и тысяч журчащих ручьев доносится странное постукивание Для глухаря этот звук как музыка Этот певец старается произвести впечатление на женскую аудиторию Яркое оперение, прыжки и бешеные взмахи крыльев На тщательно подобранной сцене посылают сигнал Посмотри на меня Очаровательная фанатка спрыгнула с галерки прямо на сцену Ей тоже есть, что предложить Он получил, что хотел Но это еще не конец представления, которое завело соседей Им мало просто наблюдать Кое-кто перешел границу Он заявляет, что эта самка принадлежит ему Влюбленный, вовлеченный в битву, избитый с толку глухарь Не замечает происходящего вокруг Однако этот охотник видит все Тщательный расчет очень важен Учитывая размах крыльев орла, резкая атака между деревьев может быть рискованной Конец одной жизни питает начало другой Конец одной жизни питает начало другой Этим птенцам всего несколько дней Разница в два или три дня С самых малых лет они конкуренты Вот уже около шести недель самка остается на месте, пока самец добывает еду Позже охотиться начнут оба Птенец вырастает примерно за двенадцать недель За короткое горное лето предстоит хорошенько подрасти В то время как некоторые начинают жизнь на высоте в солнечном свете Другие вступают в нее глубоко в темноте Всего за несколько недель новое поколение рождается в тысячах берлогах и гнездах Альп Родители стараются изо всех сил, кормят и согревают пятерых детенышей, очищают берлогу и охотятся Обширные участки альпийского пейзажа заняты лесными массивами Сочетание широколиственных и хвойных пород меняется в зависимости от высоты, направления и топографии Здесь представлены самые разные ареалы Молодой мохноногий сыч Один из десяти видов сов в Альпах и типичный обитатель хвойных лесов Даже лисы теперь будут охотиться при дневном свете Для этого молодняка все новое захватывающее Они еще слишком юны, чтобы охотиться, но скоро пойдут за добычей, которую только что упустила леса К счастью, в альпийских лесах нет недостатка в грызунах Но хватает и врагов Рысь не потерпит лисиц в своих владениях Лисице повезло Рысь сейчас занята другим Рысь столетиями не появлялась в альпийских лесах, но в 70-х ее снова завезли в различные регионы Их любимая добыча – косули, серны и молодой благородный олень Но они не откажутся и от мелкой дичи Рысь имеют обыкновение прятать добычу от воронов, лисиц и других падальщиков Субтитры делал DimaTorzok Звери-альпинисты сбрасывают зимнюю шерсть Не самое красивое зрелище Горному козлу так и чешется и избавится от облезлой шерсти Возможно, это не единственная польза от рогов, но этим можно объяснить их необычайную длину и элегантный изгиб Рога, конечно, не только для того, чтобы чесаться Козлы круглый год заняты проверкой своих сил и доблести На шаг впереди сурок уже занят родительскими обязанностями Малышам чуть больше двух недель Поменять сено для сурка как сменить подгузник Новорожденный весит, как две столовые ложки соли Чтобы пережить первую зиму, они должны в течение трех месяцев увеличить свой вес в сорок раз Зайцы-беляки уже заменили свою белоснежную зимнюю шубу летним камуфляжем С самого рождения они находятся на виду В отличие от сурков, они рождаются с легким пушком В холода их согревает мать По мере того, как таяние снегов приближается к концу Стихает рев и ярость десяти тысяч весенних ручьев А бушуют теперь ледниковые реки Максимально переполняясь под полуденным солнцем И ослабевая в ночной прохладе Сход ледников уносит в низины мегатонны мелкозернистой породы Самые высокие водопады и самые длинные пороги Европы – великолепный подарок ледников Когда ледники исчезают, реки высыхают, а долины наполняются тишиной Пока могучие реки в небе приносят массу влаги из Атлантики и Средиземного моря Пышные зеленые горные луга выше деревьев привлекают летних гостей Еще с конца последнего ледникового периода Некоторые места совсем не зеленые Карстовые образования из известняка обычно сухие и неровные Они нравятся только заядлым скалолазам У этих копыт почти волшебная хватка и сцепление Полный контроль над равновесием, уверенность в своих ногах И отсутствие страха высоты – выдающиеся характеристики, которые альпийские козлы развили в своей умопомрачительной среде обитания Наверху одиноко Именно поэтому козлы и забрались сюда жить Когда люди покорили вершины Альп, горные козлы были почти полностью истреблены Сегодня они вернулись, но столкнулись с новыми проблемами Лучше всего козлы приспособлены к холоду и страдают в жаркую погоду В это время года мамы и малыши любят играть и отдыхать на остатках снежных полей Но теперь вместо старого снега они зачастую лежат на сухой осыпи В 500 километрах к западу и примерно в 2000 метрах выше на граните аналогичная сцена Еды здесь мало, но мир горных козлов меняется Вершины Альп становятся зеленее, как и Арктика Ледники сдают свои позиции, и вскоре их заселят выносливые зеленые первопроходцы Таскать такие тяжелые рога утомительно Но после выпаса жвачные животные в любом случае должны отдыхать Однако в последнее время покой нарушен даже здесь Из-за постоянно теплого лета слепни и другие паразиты поднимаются на высоту, куда раньше не заглядывали Животные нервничают Многие худеют и заболевают Хуже всего то, что новые вредители влияют на скорость их размножения Потепление климата – это не только удушающая жара Выжигая и высушивая склоны, летнее солнце вызывает сход ледников Ежегодные потери льда невероятны По мере того, как висячие ледники распадаются, огромные объемы льда и камней с грохотом падают в расщелины Древний лед исчезает, не оставляя и следа Ледники, покрытые обломками пород, могут просуществовать немного дольше Но они также тают изнутри На последних снежных полях мама и тети открывают альпийский детский сад Некоторые особи – талантливые преподаватели танцев Дети в восторге присоединяются Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь угощение Но внезапно вечеринка заканчивается На заре жизни детеныши серны идеальны по размеру для охотящегося беркута Долгожданное изменение в рационе, к тому же легкое в поимке Однако восемь из десяти жертв беркута – сурки В большинстве своем малыши Когда игра становится слишком жесткой, мать вынуждена вмешаться Она всегда помнит о хищных птицах Старая уловка беркута Притвориться, что улетел, позволяя добыче успокоиться Затем неожиданно и незаметно вернуться Он спускается на скорости 200 км в час Даже гепард не способен обогнать орла Они, должно быть, слышали дыхание матери и смертоносный взмах крыльев Как хорошо быть живым Это мать И ее кто-то ждет Из двух трехмесячных детенышей выжил лишь один Пора взлетать Мать подталкивает его Зная, что он голоден, она скидывает тушу Это, пожалуй, самый страшный и вместе с тем Самый славный момент в жизни орла И такой приятный для матери Птенец, привыкший к одной точке зрения Теперь видит множество перспектив Ненасытный голод забыт Они парят вместе В течение года оба родителя научат птенца выживать в горной пустыне В этой суровой среде Беквичи и ледниковой требуется два года, чтобы распуститься Цветки исчезают в считанные минуты И снеговая полевка, и это выносливое растение – пережитки ледникового периода и чемпионы высоты Ни одно другое альпийское млекопитающее не обитает в диапазоне от 300 метров до 4700 метров Под особью снежные полевки могут показаться миниатюрными сурками Но, несмотря на то, что они живут в еще более суровых условиях Они не впадают в спячку, а проводят большую часть года в лабиринте туннелей под снегом и льдом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все струится Свет, лед, даже камни Ледники – это гигантский конвейер, по которому движутся массы горных пород Знаменитый Аличский ледник – самый длинный в долине Альп В 2020-м он по-прежнему насчитывает более 20 километров в длину и почти один в толщину Из-за потепления климата почти все ледники Альп уменьшаются К концу этого столетия от Аличского ледника мало что останется Талая вода с поверхности просачивается глубоко в лед и переносит тепло к ядру ледника Когда ледник рано или поздно растает, ледяной поток смоет вниз скопления валунов, осыпи и песка Их остановят лишь крепкие деревья Особняком среди которых стоит кедр На вершине Альп есть лишь два сезона Один короткий и теплый, другой долгий и холодный Когда холодный воздух из Арктики течет на юг, небо меняется И не только небо Морозные ночи красят зеленые склоны в красный, коричневый и желтый цвета Чем холоднее воздух, тем теплее его оттенки и тем жарче течка благородного оленя Волнение, агрессия, ревность, необузданная похоть, грубый рев и едкие ароматы Вот из чего состоит гон Каждый зрелый, сильный олень пытается собрать себе гарем Как только самки сделали свой выбор, они окружают своего оленя Тогда как соперники подбираются со всех сторон Менструальные циклы самок совпадают И есть лишь несколько часов, чтобы зачать Опытные олени знают об этом временном промежутке Напористые молодые соперники – нет Они неустанно пытаются украсть самок у популярных самцов Самки убегают от этих захватчиков, пока их избранник пытается отражать атаки, чтобы не растерять свой гарем Эти постоянные драки изнурительны Сосед пытается поспешно совокупиться Он мешкается и терпит неудачу и выводит главаря из себя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачинщик проиграл бой Но он может вернуть отбившуюся самку в свое лоно Весенний отел покажет, насколько плодотворны были их усилия Теплая половина года прошла На высочайших вершинах зима никогда не заканчивалась Для беркута и всех диких животных впереди не только суровые дни, но и потрясающей красоты зима в Альпах Требуются глаза и крылья Орла, чтобы охватить весь спектр и богатство Всю гамму жизни и ландшафты, окруженные Альпами ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА